Сам Владимир Владимирович Путин вчера сменил гнев на милость и сказал, что трансформаторы, как он их называет, то есть люди, сменившие пол, вполне должны пользоваться такими же правами, как и все остальные. Я вчера смотрел, если вы не видели, ну, есть только один этнографический интерес, если вы любите изучать бабочек или жуков-навозников, посмотрите выступление Путина вчерашнее по поводу ЛГБТ. Что там ценного, я вам сразу скажу, что вот Путин, я понял, если у него есть двойник, то это Петросян. Двойник Путин – это Петросян, потому что, конечно, уровень юмора. Вот вчера сидел просто Петросян. Петросян говорит, Петросян, значит, он как бы замолкает, типа, чтобы все смеялись, а никто не смеется, еще ж никто не понял, как Петросян такой шутит, а то он вот так лыбится сам и ждет, что зал пошутит. Зал понимает, что он пошутил, начинает смеяться и хлопать. Вот вчерашнее выступление Путина. Пошутил, что трансформаторы. И сам такой, и весь зал такой. Вот так выглядело вчерашнее юмористическое выступление Путина. Жалкая, конечно, жалкий конферанс Путина, честно говоря. Мне просто, я все время Петросяна ненавидел просто с детства. Это было настолько не смешно, настолько отвратительная пошлость. Для меня вот это Петросян – это отвратительная пошлость. И Путин сейчас превратился в отвратительную пошлость. Раньше Путин был некий такой грозный человек с некими грозными шутками. То есть сейчас отвратительная пошлость. Несколько раз у меня спросил только что зритель, что расскажите, пожалуйста, смехопанорама от Путина. Да, от Путлера, да, да, да. Мерзкий Петросян, да. Значит, бейли с кружками. Нет, ну, конечно, это кофе с молочком, потому что я же на улице сижу прохладненько слегка. Тем более я в горах. Меня спрашивали про медальон несколько раз. Но это не медальон, это такой сувенирный. Сейчас такие люди в Израиле носят, сувенирка такая. Здесь написано «Вместе победим», «Беехать не на цех». Та самая надпись, которую я вам показывал в пятницу, в пятничном выпуске, она стала таким слоганом этой войны для Израиля, что вместе победим, вместе народ, армия, все. Но для меня это слоган всех цивилизованных людей, сейчас «Беехать не на цех», что мы украинцы, мы израильтяне, мы все победим этих варваров и негодяев. С другой же стороны этого медальона написано «Ам Исраиль Хай», то есть «Народ Израиля жив», но это вечный слоган государства Израиль, страны и народа Израиля. А внизу дата 7 октября 2023 года. Так что теперь я ношу на груди день рождения Путина, понимаете, 7 октября. Ну, конечно, дата эта выбита здесь, ну, нарисована в честь трагических событий. Михаил, поясните, нарастающие разговоры о территориях взамен на мир, говорит Август. Ну, я тоже постоянно упоминаю об этих разговорах. Пока не видно, чтобы за ними стояла, во-первых, какая-то реальность. Начнем с простого. Начну с простого. Я не вижу, что сейчас есть, кроме каких-то уже очень лайтовых разговоров, реальность разговоров на политическом уровне об этой формуле. Начну с этого. Это первое. Второе. Любое подобное соглашение, если оно когда нет, я говорю, сейчас его не будет. Если вдруг в будущем в силу поражения украинской армии, что что-то не будет получаться, что-то пойдет не так, кто-то будет вынужден такое соглашение заключить, то оно не является законным. Его можно будет всегда протестовать и просто начать все заново. Потому что Венская конвенция пишет прямо, Венская конвенция о договорах международных. Есть такая Венская конвенция о международных договорах. Она сообщает, что договор, подписанный, когда одна из сторон применила силу или угрожала применить силу, что в данном случае Россия точно применила по уставу ООН, можете почитать решение ООН, не является действительным. Поэтому передали территорию, не передали территорию. Нет такого территории в обмен на мир. Вообще сама эта формулировка территории в обмен на мир, она откуда происходит? Откуда слово-словосочетание территории в обмен на мир, мир в обмен на территории? Это из Израиля формулировка. Из Израиля 1993 года, когда Израиль заключил мир с Ясером Арафатом, с террористом номер один в мире, как раз по формуле мир в обмен на территории. Но есть нюанс. Израиль не отдавал свои территории Арафату. Израиль отдавал часть тех территорий, которые он сам признавал, что он захватил. То есть Израиль признавал, что он их захватил в ходе оборонительной войны. То есть в войну Судного дня на Израиль напали Египет, Сирия, другие арабские страны напали, а Израиль отбил атаки и захватил часть территорий разных. И вот он эту территорию отдавал в обмен на мир. Отдал в обмен на мир Египту территорию Синайского полуострова, про которую Израиль всегда говорил, что это египетская территория. И отдал ее в обмен на мир с Египтом. И Ордании, по-моему, ничего не отдавали, насколько я помню, сейчас могу ошибаться, тоже мир заключали. Палестинцам вот отдали Газу и Ерихон тогда. Газу, сектор Газа и город Ерихон. То есть мир в обмен на территории подразумевает, что ты отдаешь оккупированные территории, тобой оккупированные, и за это на тебя не будут нападать. То есть если Россия отдаст нам оккупированные территории, отдаст нам Крым вернет, Донецк, Луганск, а мы за это пообещаем на нее не нападать на Российскую Федерацию. Вот это будет называться мир в обмен на территории. И такой договор будет легитимен. А любой другой не будет, вот и все. Поэтому можете успокоиться, что перемирия в этой войне, к сожалению, могут быть. В это я верю. Но то, что это будет окончательное урегулирование в виде, что там территория России увеличилась хотя бы на один квадратный сантиметр, это невозможно, сразу вам скажу. Это отмена ООН, поэтому на этом до свидания. Михаил, вы в Украину больше не вернетесь? Что значит, не вернусь, Артур, конечно. Я же говорил, я в декабре вернусь в Украину. Сейчас у нас ноябрь уже подходит к концу. 18 ноября сегодня вы смотрите Шетельман, этот комендантский час. А в декабре я буду в Украине. Новый год будем встречать на канале Шетельман из Киева. Просто какого числа я не хочу заранее оглашать. Да и потом не так просто выбраться из Израиля. Расписание не на все самолеты есть. Как же все запутались в непридуманных с этим обменом? Никто не говорил про обмен, никто из официальных лиц говорилось о предоставлении защиты неоккупированной территории. Петрович, уважаемый, много кем, много что говорилось. Даже приведу вам, и сами понимаете, кого, чье имя называть не буду, чтобы на меня не обиделись его сторонницы. Вот он, этот человек, который сказал, что хочет выдвигаться президентом Украины, он сказал, что надо отдать территории, значит, подписать договор. Но он, правда, не сказал, что отдать насовсем. Подписать договор, что пока территории где-то там. Но он же сам же, пока он занимал государственную должность в начале войны, в прошлом году, в апреле, он заявлял, что такой договор не будет легитимен. И он как раз мне рассказал, ну не мне, а в телевизоре он рассказал про эти Венские соглашения. Потом я уже подробности почитал. Тогда он был официальным лицом, сейчас неофициальное лицо. Михаил, ваши предположения на следующий год? Ой, Гена, это очень сложный вопрос вы мне сейчас задали. Прямо очень сложный. Давайте я о нем лучше подумаю. Нам до следующего года, понимаете, Гена, почему сейчас не хочу отвечать? Не потому, что у нас всего 8 тысяч лайков, всего 2,5 тысячи, что сами согласитесь, да? Не потому, что не все еще подписаны на канал Штельман. И надеюсь, что прямо во время этого стрима нам удастся пересечь отметку в 310 тысяч. Правда, осталось 52 подписчика. Если вы сейчас подпишетесь, то, возможно, вы станете 310-тысячным подписчиком. Подпишитесь, пожалуйста. Так вот, Гена, не по этой причине я не хочу отвечать на ваш вопрос, а по другой совершенно. Потому что нам еще воевать в этом году 1 месяц и 13 дней. За 1 месяц и 13 дней еще столько воды утечет. Водопровод или, наоборот, не утечет, если россияне перебьют водопровод. Что сейчас делать прогноз на следующий год, дело не самое благодарное. То есть давайте у нас все-таки день за день. Нам до утра дожить до подъема. Дожить до подъема называется, как в армии. Кстати, когда вы говорите, там, приеду в Украину. Не приеду, я здесь тоже на войне. У меня здесь вот, я то на секторе газа, то на сирийской границе. На сирийской границе мы сегодня, вчера ночью мы что-то бомбили, не знаю. Правда, непонятно, это в Ливане происходило или в Сирии. У меня тут ливанская граница, тут сирийская. Что-то мы тут бомбили. Но вот ребята, которые привезли мне медальон. Вчера израильские мои друзья сюда приезжали на сирийскую границу ко мне. И, значит, ну, мальчик и девочка. Друзья мои давние еще, ленинградские. И вот рассказывали мне про одно ощущение. Интересно поделилась со мной девушка ощущением. Говорит, у нас вот когда над нами, ну, они живут тут тоже. Ну, в общем, неважно, в Израиле живут. И, говорит, над нами постоянно летают военные самолеты. Просто один за другим, весь день и всю ночь. И у меня ощущение от этого спокойствия. Потому что я понимаю, что летят наши. Значит, мы их сейчас побеждаем. Значит, мы будем их уничтожать, их бомбить и так далее. Мне спокойно на душе сказала она. И вы не поверите. Я вчера, ровно вчера, записал маленький кусочек с таким же текстом, видео, наблюдая одну картину здесь, на севере Израиля. Наблюдал одну картину и ровно такие же слова сказал. Просто не буду заранее спойлерить. Потому что я в понедельник это включу в Шительман за сегодня, этот кусочек. Ну, просто ощущение такое же. Вот в Украине ощущение, когда что-то летит, что надо лечь на землю. Потому что враги, наверное, скорее всего, летят враги. Маленькая вероятность, что наши. Ну, то есть это тоже бывает. Но все-таки, скорее всего, враги. А в Израиле, если что-то летит, значит, наши. Михаил, на мой взгляд, вы совершенно напрасно говорите о так называемом профессоре Соловье. Этот типчик самый откровенный негодяй. Он Крым считает российским. Я пока подписан на вас. Пока подписан. Алекс, это вы такая намеками угрозы. На меня не работают. Вы говорите прямо. Михаил, я отпишусь от вас, если вы не перестанете там и так далее. И тогда я вам в ответ тоже скажу. Ну, отписывайтесь. А вот эти намеки. Я пока подписан. Так это все. Да, я понимаю. И взгляд такой. Пока подписан. Значит, я ни разу не слышал от профессора Соловья, чтобы он говорил, что Крым – это часть Российской Федерации. Просто ни одного раза. Приведите мне доказательства, пришлите мне ссылочку. Вы знаете, куда присылать. Внизу есть ссылка на мой Facebook. Можете прислать мне ссылку. Я посмотрю. И тогда я буду говорить по-другому о профессоре Соловье, если он своими устами сказал, что он считает, что Крым должен принадлежать Российской Федерации и так далее. Да, тогда будет по-другому. Мансы с Михаилом не канают. Ханты тоже не канают, Наташа, Наталья. Я к Хантам и к Мансам. У меня это прививочка у меня от них. Хорошо. У Гордона говорил. Нет, вот пришлите. Значит, у Гордона говорил. Покажите. Я же не буду просматривать все интервью Гордону. Распечатку или этот стримчик с тайм-кодом. Пожалуйста. Пожалуйста. Летом над нами летали наши самолеты. Летали самолеты наши. А сейчас нет, говорит Татьяна. Татьяна, я, к сожалению, не знаю, где вы находитесь, поэтому не могу вам сказать. Шалом, приезжайте к нам в Нэшер. Вжарим барбеку на балконе с видом на кармель. Ну, в Нэшер, честно говоря, скорее всего, не приеду. Михаил, добрый вечер. Надеюсь, что вы в прямом эфире. Я вас, да, ожидал. Значит, Алена, да. Дело в том, что, как выяснилось, суббота – это израильское воскресенье. Ну, я знал, конечно. В Израиле выходные пятница – суббота, а воскресенье – рабочий день. Если в Украине у меня стрим по воскресеньям, все понятно, удобно в воскресенье вечером проводить стрим, то здесь получается неудобно, потому что все время какие-то дела на воскресенье вечером появляются. Потому что день-то рабочий у меня здесь. Вот. Поэтому я вот сегодня в субботу и следующий раз тоже проведу в субботу. То есть сегодня 18-го в субботу, следующий раз 25-го тоже будет в субботу в 19.00 стрим. Что будет еще через неделю, я заранее сказать не могу. Но этот и следующий в субботу. Дальше я заранее сказать не могу, потому что уже будет декабрь, и я не знаю, где я буду, в какой стране мира. Но пока вот ближайшие сегодня и следующий раз будут там. У нас есть кола в банках, пишет Алексей. Алексей, спасибо, правда, спасибо вам всем за приглашение в разные части Израиля, как вы понимаете. Но в самом деле зачем мы нам? Нам и так не хватает дня, чтобы успеть по всем рукам, что хотят и тебя, и меня. И только когда я буду петь, где чужие взгляды и дым, я не знаю, кто встанет передо мной и научит меня снова остаться живым. Ну, конечно, я не успеваю на все приглашения, как вы догадываетесь. Мало того, что у меня здесь родные, друзья, и еще я с кем-то встречаюсь, и еще работа, то поймите меня правильно тоже. Но если вы меня случайно встретите прогуливающегося по набережной Тель-Авива, мне будет приятно, если вы ко мне подойдете и поздороваетесь со мной. Это касается любого, конечно же, из вас. Я буду рад вас видеть так же, как я рад видеть в Киеве всех, кто меня приветствует. Михаил, таки в Израиле больше не блядут шаббат. Ну, кто как, во-первых, во-вторых, у нас же шаббат уже, по-моему, закончился, я даже не знаю, во сколько он заканчивается. Не могу найти в Софии такую, как у вас колу. А, Гулена, значит, эта кола не во всех странах продается. Вот я был в Казахстане, там нет такой колы, в Грузии был, там есть такая кола, в Молдове было, это я сейчас про последнюю поездку, там есть такая кола. В Израиле нет такой колы, в Израиле нет колы с кофе, просто нет. Израиль беден на виды колы. В Израиле есть, кроме Кока-Колы и Кока-Колы Зеро, еще Кока-Кола без кофеина, которой нет в Украине. Но мне, честно говоря, без кофеина, сами понимаете. Водка без пива, деньги на ветер и все такое. Ольга пишет, Михаил, мне сегодня 62, смотрю вас с начала войны. Поздравляю вас, Ольга, с днем рождения. Не потому, что вы смотрите меня с начала войны, а просто потому, что день рождения, хоть и грустный праздник, но есть чем вас поздравить. Поздравляю вас, Ольга. Надеюсь, вам приятно это услышать. Сегодня в Израиле, кстати, чтобы вы знали, 43-й день войны. В Израиле 43-й, а в Украине 633-й. Итого, на двоих мы уже воюем 676 дней. 676 дней. Сколько можно было полезных вещей сделать? Знаете, сколько можно было сделать полезных вещей? Сегодня в Антарктиде сел самолет Boeing 747. Это самый большой самолет в истории, который сел в Антарктиде. В Антарктиде трудно сажать самолеты, потому что там же нет аэродромов. Там аэродром строится прямо на льду, изо льда, из снега. И по нему может пойти трещина в любой момент. Я в детстве обожал читать книги Сергея Санина про Антарктиду. Мечтал устроиться на работу, ехать, зимовать в Антарктиду. Сейчас уже не мечтаю, сразу скажу. Но вот для меня вот это достижение, что люди смогли посадить огромный Boeing в Антарктиде. Он прилетел откуда-то, по-моему, если я не ошибаюсь, из ЮАР. Это нидерландский, по-моему, Boeing. Он привез команду, 30 с чем-то человек, и привез научные грузы. Раньше туда только плыли этими самолетами, или малыми этими самолетами, которые на лыжах, но чтобы огромный самолет посадить в Антарктиде. Вот этим люди должны заниматься, а не воевать. Не убивать друг друга артиллерией. Понимаете? Калибра 700... Сколько там, господи? У меня уже... Калибр даже забыл. От ужаса забыл. 155 миллиметров калибром. Вот я когда читал все эти книги в детстве, я что-то никогда... Я знаете, я никогда не читал книги и не мечтал воевать. У меня не было мечты воевать. Сейчас почитаю про танки, пушки, и представлю себе, как я на танке въезжаю в Амстердам. У меня этого в голове не было. Я такого не слышал. Вот не говорили у нас в школе дети, там, о кем ты мечтаешь стать, что ты мечтаешь совершить. Другой говорит, я хочу полететь в космос. Другой говорит, я хочу выйти на сцену и спеть там мурку, да, получить Нобелевскую премию. Я мечтаю убить 300 человек? Вообще нет, вообще нет. 787-й, конечно, сегодня сел, вы правы, да, дримлайнер, да. Я забыл. Спасибо всем, кто подсказал, да, 787-й. А раньше он 72, он 74 работал. Вот, и никто не мечтал, что убьет 300 человек. Никто не мечтал, что убьет 500 одним выстрелом. Никто не мечтал об этом. Я до сих пор считаю, что человечество зашло сейчас в огромный тупик, куда его завела Россия и Хамас, и другие страны, которые им сочувствуют и поддерживают. Что вместо, вот ровно вместо того, чтобы заняться совместными исследованиями, совместно исследовать Луну, полететь на Марс, привезти оттуда какие-нибудь полезные минералы, не знаю, заменить действительно ископаемое топливо, но какое-нибудь другое, потому что в Израиле, жесть какая жара, жесть какая жара. Я здесь жил раньше, и никогда еще раньше при моей жизни в Израиле, 18 ноября, не было днем так, что, ну, невозможно продышать, жарище стоит адское, да. Так что потепление, оно глобальное, оно существует, существует. И мы могли бы его победить. Но мы его не победили. Почему? Потому что мы отбиваем под Авдеевкой атаки российских идиотов, полудурков, дегенератов. Украина могла бы принимать участие сейчас в космической программе, вступать в Евросоюз, бороться с коррупцией, строить мосты новые, а не взрывать свои существующие, чтобы пустить под откос русский поезд. Да, у нас сдвинулись сезоны, пишет Хило про Израиль, видимо. Но я вам Хило скажу, они сдвинулись настолько, что уже это самое, что уже один остался, лето. Теплое лето, горячее лето и прохладное лето. Три лета в Израиле, три лета Израиля. Добрый вечер, Михайлович. Прокомментируйте мнение Виталия Портникова, что война не закончится с выходом на границы 91-го года. Неужели мы обречены на вечную войну? Я согласен с Портниковым в чем? Что просто только выйти, конечно, война не закончится. Ну, просто взяли и вышли на границу. Ну, что? Ну, вот, например, приведу вам пример. Когда США, Великобритания, Франция была так сбоку припеку. Но США, Великобритания и Советский Союз вышли на границы к гитлеровской Германии, ну, изначальной Германии. Ну, что, Германия капитулировала в ту же секунду? Нет, хотя вышли на границы. Но пришлось дойти до Берлина, разбомбить его, сравнять с землей. Так и здесь. Я все время говорю, что Москву придется рано или поздно сравнять с землей. Я не говорю, что это будет делать украинская армия. Я говорю, что придется. Я хочу, чтобы все мирные жители, ни один не пострадал в Москве от этого. Чтобы все смогли выехать, чтобы все были предупреждены, как это происходит сейчас в Газе. Ну, лучше даже, конечно, побольше, да, чтобы были предупреждены. Ну, обязательно, нет, я согласен с Портниковым. Но, спрашиваете вы, обречены ли мы на вечную войну? Ну, нет, конечно, конечно, нет. Мы не обречены на вечную войну. И не надо будет захватывать всю Россию. Вот просто не надо будет. В Первую мировую, я все время сравниваю нашу войну с Первой мировой, потому что, когда Германия капитулировала в Первую мировую войну, то Берлин никто штурмом не брал. И не только Берлин. Никто не выходил на границы 1991 года. Ну, то есть никто не вышел на границы 1914 года. Напротив, Германия к моменту поражения тотального оккупировала всю Украину, Беларусь, ну, часть, наверное, Беларуси. Все страны Балтии она оккупировала. Она оккупировала часть Франции, там, Бельгию, Голландию, там, все что угодно. И капитулировала. Поэтому я верю, что Россия капитулирует, когда ее войска будут в Крыму и на Донбассе. И когда Россия капитулирует, они там будут бродить беспризорниками. Мы будем отлавливать их, отбирать у них деньги и отправлять их в Российскую Федерацию на лодках. Вот, например, Пригожин до Москвы не успел дойти, а Путин уже слинял, пишет Джордж. Совершенно справедливо, Джордж. Я вот как раз это имею в виду. Если начнется марш на Москву, неважно, страна НАТО или Украина, или все они там разбегутся. И не надо, не надо захватывать всю Российскую Федерацию. Не надо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!